Всем привет! Продолжаем рассказывать о судьбе актеров любимых сериалов. В 92 году на российских экранах появился сериал «Санта-Барбара». Роскошная жизнь, красивые люди, пылкие чувства, зависть, интриги, накал страстей и, конечно же, любовь. Здесь было все. Предлагаем вспомнить самых ярких героев и узнать, что стало с актерами сериала спустя годы. Сериал «Санта-Барбара» собирал у телеэкранов миллионы людей. И все с интересом обсуждали жизнь любимых героев и очень сопереживали им. Его название стало нарицательным. Теперь любую запутанную жизненную историю мы называем именно так – «Санта-Барбара». Эта мыльная опера была признана самой длинной в истории телевидения. Всего было снято 2137 серий. Но мы так и не узнали, с чего все начиналось и чем закончилась эта длинная история, так как нам его показывали с 217-й под 2040-ю серию. Сиси Кэпвелла играли шесть актеров. Нам, конечно же, запомнился тот, которого сыграл Джет Аллан. В семь с половиной лет он исполнял роль богатого любителя женщин. В отличие от своего любвеобильного героя, Джет 43 года был женат на одной женщине, которая подарила ему троих сыновей. В 2001 году его супруги не стало. Сейчас Джет Аллан живет один. У него проблемы с ногами и он плохо передвигается. Роль Софии Кэпвелл для Джудит МакКоннелл стала самой знаменитой в ее жизни. Актриса продолжила сниматься в кино и сериалах. В свои 72 года она также появляется в телешоу и других проектах. Красивая и успешная Джудит так и не вышла замуж, хотя трижды была помолвлена. Однако у актрисы есть дочь, которую родила суррогатная мать. Златовласую дочь Сиси Кэпвелла Иден сыграла Марси Уокер. На момент начала съемок ей было 24 года. Много лет она играла преданную любовь с Крузом Кастильо. Но в личной жизни самой актрисы все сложилось иначе. Замужем она была пять раз. В 2005 году актриса решила уйти из киноиндустрии и посвятила себя религии. В настоящее время Марси христианский пастор в американском штате Оклахома. Ее единственный сын Тейлор Коллинз пошел по стопам матери и сейчас активно снимается в кино. Роль порядочного полицейского Круза Кастильо сделала актера Эй Мартинеса очень популярным. В его жилах течет испанская, мексиканская, а также кровь американских индейцев, что и объясняет его экзотическую внешность. Актер Санта-Барбары не потерял своей популярности, миновав проклятие актера одной роли. Эй Мартинес востребован сейчас как на телеэкранах, так и в большом кино. Эй женат и воспитывает троих детей – сына и две дочери. Робин Райт, сыгравшая Келли Кэпвелл, единственная актриса из Санта-Барбары, которой удалось построить успешную карьеру в Голливуде. Она снималась в таких известных картинах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Форест Гамп», «Она прекрасна». А сериал «Карточный домик» в 2013 году принес ей престижную премию «Золотой глобус». В 1996 году актриса вышла замуж за голливудского сердцееда Шона Пэна и родила ему двоих детей. Но, увы, спустя 14 лет брак распался. Лэйн Дэвис играл Мэйсона Кэпвелла 5 лет. Последние 4 года главного красавчика исполняли другие два актера – Терри Лестер и Гордон Томпсон. Дэвис – единственный из всего актерского состава Санта-Барбары, не любит вспоминать этот период в своей жизни. Участие в самом популярном сериале «Десятилетие» не приносило ему никакого удовольствия. Актерская карьера Дэвиса после сериала сложилась весьма удачно. Лэйн не только снимается в кино и сериалах, но и играет в спектаклях, в основном по пьесам Уильяма Шекспира, а также сам делает театральные постановки. У актера двое сыновей. Шантажистку и интриганку Джину Кэпвелл сыграла актриса Робин Матсон. После съемок в Санта-Барбаре она стала героиней еще одного сериала-долгожителя «Все мои дети». В настоящее время Робин живет на два города – Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Актриса замужем, увлекается кулинарией. После сериала вела свое кулинарное шоу на телевидении, написала книгу о вкусной и здоровой пище и до сих пор коллекционирует рецепты. Роль Лайонелла Локриджа сыграл американский актер британского происхождения Николас Костер. Российским зрителям актер запомнился тем, что женился на русской поклоннице Елене Бородулиной. Она родом из Москвы и младше супруга на 43 года. Это не первый брак актера. Он был женат на актрисе Кэндис Хеллигас. У актера трое детей. Многие помнят непростые любовные отношения между Мэйсоном и Джулией, которую сыграла Нэнси Легран. В 1989 году актриса получила премию Эмми за роль адвоката Джулии Кэпвелл. Сейчас Нэнси продолжает играть в сериалах и активно занимается благотворительностью. Легран замужем уже более 10 лет. Супруги воспитывает дочь Кэтрин. В знаменитой мыльной опере было более тысячи эпизодических ролей. Одну из них сыграл Леонардо Ди Каприо. Он исполнил роль юного Мэйсона. Ставь лайк, если вспомнил хотя бы одного персонажа. А в комментариях пиши, кто это. Ну и не забудь проголосовать за него в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. На этом все. Подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи!